20 минут о красивой жизни, стильных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте! Современные жанры фотоискусства появились благодаря новым техническим возможностям. Так в Челябинске открылась выставка фоторабот, сделанных с помощью квадрокоптера. На открытии побывала съемочная группа Beauty Time. Эти абстракции на первый взгляд напоминают компьютерную графику. На самом же деле это живая природа, а снимки сделаны с огромной высоты с помощью квадрокоптера. Автор выставки, аэрофотограф Максим Тарасов сам лично рассказывает о своих работах. Самые первые фотографии, которые мне открыли, в общем-то, вот это видение, и одна из них была сделана в деревне у бабушки с дедушкой, пролетая над заросшим прудом. Я просто обратил внимание на то, что с высоты он выглядит как нечто такое космическое. И вот в тот момент я начал свой поиск. Я начал искать, а что же я могу увидеть еще, находясь в небе. А что еще вокруг меня скрыто от наших глаз. Но оно существует, и для того, чтобы его найти, нужно просто оторваться от земли, взлететь и посмотреть вот под другим углом. В объектив дрона попали пейзажи Исландии, Алтая и Камчатки. Однако большинство снимков сделаны у нас, на Южном Урале. Всего того, что имею художественное образование, вижу и это очень ценю. Я вижу, насколько он грамотно выстраивает композицию. Я вижу, насколько у него интересны цветовые решения. Я вижу, насколько человек действительно работает, выбирает каждый кадр и готов, вот как он рассказывал, возвращаться, возвращаться на одно и то же место, чтобы выбрать лучший свет, лучший ракурс, лучшие тени. И в результате это оправдывается. Картины получат вот именно, что картины. То есть, понимаете, не просто фотографии. Его направление именно абстрактной фотографии, а не видовой, оно, в принципе, с точки зрения даже искусства, с художественной точки зрения, оно интереснее. Все-таки видовой пейзаж и поиск абстракции в пейзаже – это совсем другой уровень. И такая фотография всегда будет цениться. Фотоаппарат закреплен, собственно, вот на таком подвесе. Когда коптер включен, он гасит все колебания. И то есть, камера, она встроенная, можно сказать. Ее нельзя поменять. Вот она есть такая, какая есть. Ну вот, четыре мотора, четыре винта. Да, все это управляется с пульта, и к пульту подключается телефон или планшет, на котором я могу в реальном времени видеть картинку с этой камеры на расстоянии. Но, допустим, вот самая последняя техника позволяет улетать от пульта на 8 километров. На самом деле мне понравилось, что очень странно, одна работа – это вичи рябинских гаражей сверху на окраине. Это вроде бы кажется такая простая вещь, но выглядит очень интересно. И очень красиво, и можно даже вписаться в интерьер определенный. Для меня это совершенно новый вид искусства, и это, правда, что-то выходящее за грани воображения, потому что мы видим природу в определенной плоскости, а здесь новый взгляд. Максим Тарасов – фотограф, признанный во всем мире. Среди его наград – победа на Международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха-2017». Он также не раз оказывался в списках лучших аэрофотографов по версии журнала «Тайм» и телеканала «Сиэнэн». Уникальные виды зюраткуля и кусы попали на страницы авторитетного специализированного издания «Дронскейпс». Кстати, один экземпляр Максим подарил публичной библиотеке, на площадке которой разместилась выставка «Взгляд с высоты». Это «Бьюти Тайм» дали о выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Фраза о том, что черное и белое никогда не выходят из моды – это своего рода стилистический штамп. В действительности же эти два цвета дают великое множество сочетаний, которые могут быть и консервативными, и ультрамодными в зависимости от контекста. В этом сезоне актуальным будет черно-белое сочетание, представленное в спортивном стиле. Если говорить о цветочном черно-белом принте, он будет выглядеть современно в лаконичном дизайне. Кстати, совмещение стилей в современной моде тоже никто не отменял. Платье легко превращается в тунику и подается с зауженными брюками. Кроме спорта с романтикой, адекватно будет смотреться и спорт с классикой, опять же в черно-белом исполнении. Редактор субтитров А.Семкин Корейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, 2 этаж. Субтитры подогнал «Априори». Категория 6+. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений. Предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Далее в выпуске рубрика «Портреты». Интервью в Челябинске. Добрый день, Саша. Она не выпускает телефона из рук. Все время что-нибудь снимает и тут же публикует. Популярный блогер, издатель журнала, автор книг рецептов и владелица гастрономической школы Вероника Белоцерковская приехала в Челябинск в рамках рекламного тура по городам России. Я соглашаюсь, конечно, на рекламу, потому что, будучи сна, платят мне за это избыточно и было бы нелепо отказываться. Но, тем не менее, на рекламу каких-то определенных продуктов я никогда не соглашусь, потому что у меня есть крутоинтуитивное чувство, что, ну, во-первых, врать нельзя, потому что, ну, можно обмануть, не знаю, там, 10 человек, 100 человек, но когда у тебя уже определенное количество подписчиков, все-таки они понимают, когда ты врешь, когда ты не врешь. В моем возрасте, мне кажется, уже поздно от чего-то избавляться, но, наверное, от излишней энергичности, импульсивности и категоричности в суждениях. Слишком много, наверное, каких-то эмоций и впечатлений, которые я, скорее всего, не успеваю перерабатывать, и в моей жизни получается такой сплошной хаос. Есть определенный, конечно, порог комфорта популярности, потому что, ну, ни для кого он для нас не секрет, что, наверное, 10% населения, они не совсем адекватны, и все-таки, когда, я не знаю, там читают 600 тысяч человек, то надо все-таки отдавать, что 60 тысяч из них будут на тебя реагировать определенным образом. Слушайте, врать не буду. У меня есть персональные хэперские форумы, на которые я себе уже лет 5 запретила ходить, потому что после них прям реально болеешь. Но, тем не менее, количество людей, которые там неблагодарны за мои рецепты, за какое-то видение мира и вот эту вот какую-то такую дико приятную настоящую благодарность, оно, конечно, искупает абсолютно все вот эти, ну, скажем так, болезненные побочные эффекты. Не существует такой словесной конструкции, которую я бы не слышала. И, слушайте, на самом деле же понятно, что люди в социальных сетях, они говорят себе о себе. То есть это, то есть, читая любой комментарий, ты понимаешь, что это просто проекция конкретного человека и не больше. То есть к тебе это не имеет вообще никакого отношения. Ну, я научилась уже путешествовать с одним чемоданом. Раньше это было три, потом два, сейчас один. И мне, в принципе, не доставляет никакого дискомфорта. Я ничем не жертвую, у меня в своей уже какая-то такая эргономика. То есть у меня есть определенный, наверное, какой-то, скажем так, ряд вещей, которые ждут, когда, наконец-то, я их отвезу. Им, да, прогулять, что-то им показать. Но принарядиться – это вообще важно. Не только в путешествиях. Я очень сожалею о том, что у меня очень мало времени ходить к косметологу, потому что, конечно, это отражается и на лице, и так далее. Но я в этом смысле немножко, наверное, не женщина. Я постоянно сижу в каких-то таких своих внутренних переживаниях. Поэтому, наверное, для меня это не очень важно. И свою какую-то, ну, назовем это, телочью ликвидность я оцениваю достаточно адекватно, но в личной жизни мне это совершенно не мешает. Задницу я наитаю моментально. Сейчас я, например, плюс 6 килограмм, совершенно не понимаю, как с этим бороться, потому что скоро Новый год и так далее. Но, как все нормальные женщины, наверное, в начале марта я начну думать о том, что, 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 что же, что же, что же, что же. Слушайте, врать не буду. Лучший способ для меня похудеть – это мне жрать после шести. И все. Другого не существует. Сложно первые три дня, а потом ты прямо начинаешь получать удовольствие, потому что ты просыпаешься дико-голодный. И как-то это удивительным образом тебя очень стимулирует к правильному питанию. Я люблю ярких людей. Но для меня, конечно, очень важны такие качества, наверное, как порядочность, в неком смысле преданность, чистоплотность и так далее. То есть ничего такого. Но я им сейчас не скажу, наверное, тоже, что для всех. И если я сталкиваюсь с какими-то яркими проявлениями этих качеств, я как-то научилась безболезненно такие вещи, ну, не знаю, там, от себя отрезать. Перелеты ненавижу, так как я аэрофоб, но, собственно говоря, любопытство, оно побеждает все. То есть я бы никогда в жизни не поехала в Челябинск, если бы мне не было, и вообще бы не вписалась в этот проект, если бы не любопытство, потому что я себе отдавала отчет, что, ну, собственно говоря, лет не мало, и когда я еще тут окажусь. Какая самая вкусная страна? Франция? Нет, Италия. Ну, я поклонник монопродуктов, конечно, и в этом смысле итальянцы, они настолько... То есть там такая очень специфичная ситуация, то есть ты отъезжаешь 100 километров, и там уже другая еда других мам, там другие теруарные продукты, и... То есть итальянцы любят еду, и еда любит итальянцы. Все-таки французская кухня, она построена больше на, наверное, все-таки искусстве приготовления, на каких-то технологических процессах, а итальянцы, они все-таки про именно сам продукт. Не меняются вкусы детства, меняются, конечно, остаются какие-то паттерны, которые прошиваются на всю жизнь. Для меня это, не знаю, там солнце, море, сидящая шумная семья за столом. У меня вся бабушкина семья из Одессы, этим все сказано, там все крутится. Они такие же точно, как итальянцы, поэтому итальянцев люблю, это все крутится вокруг еды и сплетен на соседях. Такая роза грызая росла красивая над этим, и, ну, все то, что я имею сейчас, у меня дом на море, у меня точно такие же розы, у меня терраса, друзья. И, ну, скажем так, новая жизнь, которой я очень довольна. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Внешний вид человека всегда отражает его происхождение, статус, род занятий и художественный вкус. Если в прежние века эта картинка была максимально точной, в наши дни все слишком запутано. Произошла некая путаница, так как можно встретить человека с очень высоким достатком в рваной футболке. Либо наоборот, существуют те марки, которые предлагают достаточно доступный, солидный образ, и можно выглядеть весьма респектабельно. Но, тем не менее, предметы, которые отражают принадлежность человека к определенным кругам, существуют и в наши дни. Если мы говорим об успехе и о достатке, то это будут ювелирные украшения знаменитых домов, драгоценности с камнями высоких характеристик, аксессуары люксовых брендов, затем премиальные мехат. Это современные коды роскоши, которые на сегодняшний день великолепно вписываются и сочетаются с вполне демократичным образом, но подчеркивают все-таки статус человека. Такие вещи оценят по достоинству в кругах людей обеспеченных, там, где материальный достаток играет очень важную роль. Не секрет, что на сегодняшний день часы Шанель, сумки Эрмес, Луи Вютон и другие предметы роскоши их часто подделывают. Но это порочный путь носить подделки. Это безвкусно, не стильно, это удар по репутации. В некоторых странах даже противозаконно. Если нет возможности приобрести оригинал, на сегодняшний день масса недорогих брендов делают реплики. Но приобретать именно подделку – это фальшь. Это будет видно, это почувствуется, и это не приветствуется ни в каком обществе. Еще одной возможностью стать обладателем предметов роскоши является так называемый вторичный рынок. Вторичным рынком для таких предметов на сегодняшний день являются брендовые комиссионные магазины. У нас проводятся такие операции, как прием на комиссию ваших изделий, где вы назначаете свою стоимость. Скупка – это мы непосредственно оцениваем ваше изделие и его выкупаем. И также залог – мы примем ваши дорогостоящие вещи, если вы не готовы с ними расстаться в залог. Для наших покупателей мы, безусловно, гарантируем подлинность тех изделий, которые мы представляем в конзоле. Перед тем, как принять вещь, мы отправляем на аутентификацию, либо экспертизу. Если это ювелирные изделия, наши гемологи производят оценку. То есть мы на 100% несем ответственность за то, что мы вам продаем. И это оригинал. Вы знаете, есть такое выражение, я его очень люблю. Быть необычным достаточно просто, а быть самим собой дорогого стоит. Поэтому будьте сами собой, и красивые вещи пускай вас радуют и украшают. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирова 159. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений. Предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Все, поехали. Эту методику называют русской йогой. За ее способность обеспечивать нагрузку и вместе с тем восстанавливать, реабилитировать и оздоравливать организм в целом. При микродвижениях идет расслабление. Ищем места, где есть напряжение. А когда мы расслабляемся, то есть мы, естественно, включаем в работу мышцу, которая была отключена. Инструктор методики под названием «Суставная гимнастика», мастер спорта международного класса по легкой атлетике Александр Чернов на личном опыте знает, насколько это важно. После очередной травмы попробовали пару упражнений. За 30 минут мы прошли боли, которые врачи, по крайней мере, мне говорили, что вообще две недели нельзя трогать. Уже доказано, что связки и мышцы могут держать колоссальные нагрузки без костей даже. То есть связка там до, по крайней мере, как написано в книжках, до двух тонн вывозит нагрузку, а мышцы до 400 килограмм. На первый взгляд, незамысловатые движения обеспечивают весьма эффективную нагрузку, которую почувствуют даже те, кто регулярно занимается фитнесом. Первая мышца, которая устает, значит, она слабая. То есть ее нужно подтянуть, как бы включить в работу, так сказать. Потому что есть мышцы, которые отключаются и не работают. Это самая главная ошибка в занятии фитнесе и вообще в реабилитации. Нужно узнать, работает ли мышца, чтобы ее тренировать. Ну и также упражнения эти попробуйте минут пять поделать, и вы поймете, что они не такие простые на самом деле. Техника выполнения упражнений суставной гимнастики – вопрос индивидуальный. Зависит от физического состояния и поставленных целей. Каждый человек напряжен по-своему, либо расслаблен по-своему. Мы делаем групповые занятия. Люди делают одно упражнение, но делают по-разному. А со временем это, ну, как человек расслабится, так и будет у него своя техника. Суставную гимнастику сравнивают с йогой еще и потому, что здесь важно не просто выполнять механические упражнения, а чувствовать реакцию мышц, суставов, находить баланс внутреннего и внешнего. Это может быть и эмоциональное, и духовное развитие. Не только всего тела, но и ума. Потому что человек, ну, естественно, прямой позвоночник, пожалуйста. Ты мыслишь ясно, и думаешь, и у тебя настроение не меняется. Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, tv. А на этом выпуск завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова